Радио 54 Первое. Областное радио. Значит, учитывая, что вся ситуация охватила все сферы деятельности и жизни граждан, значит, основное направление, которое на настоящий момент известно, это звонки, сообщения и даже попытки прийти на дом гражданам, значит, либо смс-сообщения и звонки, представляясь от имени государственных органов, либо государственных организаций, в том числе с предложением компенсации, либо с тем, что людям начислена компенсация, написаны какие-то возмещения, либо какие-то выплаты, либо какая-то поддержка, и в этих целях они запрашивают либо паспортные данные, либо банковский счет для того, чтобы якобы перевести денежные средства. В данной ситуации человеку, в первую очередь, нужно сделать следующее. Во-первых, если представляется какой-то организацией, положите трубку, независимо от того, от какой, и перезвоните уже по официальному номеру этой организации. Значит, вам этот факт, соответственно, скорее всего, опровергнут, потому что не существует ни организации, ни банки, которые по телефону решают такие вопросы. Значит, это первый момент. Второй момент. Вот буквально, когда первый случай появились заражения на Кузбассе, выступил губернатор и сказал, что буквально, как только новость эта появилась, на людей буквально обрушились звонки с предложениями купить лекарства, купить, соответственно, тесты на проверку на наличие коронавируса. Соответственно, в настоящий момент, по данным ВОЗ, никакого прямого лекарства на этот момент нет. Однозначно, вакцина, которая решает этот вопрос. Это только в разработке и по данным медиков, там, от полугода до года. Это прямой обман населения, да, когда говорят, что вакцина и какое-то лекарство. А когда вот под этим соусом предлагают, мы, допустим, дезинфекцию проведем в вашей квартире, то есть это вам сразу поможет. Как вот это вот расценивать? Ну, это же, наверное, не мошенничество, это просто какое-то... Кстати, по поводу дезинфекции уже есть сообщение от слушателей. Называется навязывание услуг, это раньше, когда я озвучивал по поводу вообще, в принципе, обана потребителей, это навязывание услуги, которую вы не просили. Если вы сильно по этому поводу переживаете, в конце концов обратитесь непосредственно в Роспотребнадзор. Значит, Роспотребнадзор у нас, кроме там Минздрава, Роспотребнадзор второй, а может быть даже первый, который сейчас по этой ситуации работает. И все вопросы, касающиеся вообще дезинфекции какой-либо, могут решить только они. Поэтому обращайтесь к ним напрямую, не к частным компаниям. И надо понимать, что управляющие компании несут определенно ответственность за этот процесс. Есть сообщение от слушательницы, посвященное управляющей компании «Советская». Пишут, что вот эта УК слегка удивила, отчитавшись о том, что подъезды обрабатываются в это нелегкое время, по факту рассыпали на первых этажах подъездов ведро сухой хлорки. Кошмар какой. Чуть не превратив жильцов в тараканов, да. Правда, после того, как позвонили, возмутились, быстро убрали подъезды, даже не подумали убирать. Если мы видим, что управляющие компании сейчас обязаны это делать, с точки зрения закона, или это их личная инициатива? Это их личная инициатива, потому что, кроме как, еще раз говорю, Роспотребнадзора, никто такие рекомендации, направления, и инструкции по тем действиям, какие нужно совершать, не может сделать. Потому что все остальное – это всего лишь догадка. В смысле, откуда они взяли информацию о том, что если они везде рассыпят хлорку, то сразу же поубивают всех. Вот именно, что всех поубивают. Поэтому, ну, конечно, они просто решили, они что-то сделать, лишь бы что-то сделать, вот и все. Друзья, если вы за последние недели, дни столкнулись с попыткой обмана, с каким-то таким ходом в ваш адрес или в адрес близких людей, обязательно расскажите нам об этом, мы еще будем в эфире порядка 15 минут. Напишите нам на WhatsApp, предупредите других, 913-381-0554. Дальше по случаям еще пробежимся. Что еще происходит? Следующее. Значит, сейчас ключевым моментом у людей возникло – это возврат авиабилетов и возврат, соответственно, турпутевок. Появляются и уже авиакомпании на своих сайтах, либо в своих соцсетях уже говорят о том, что мы непосредственно не обращаемся к своим клиентам. Если от имени наших авиакомпаний кто-то звонит и говорит, что озвучьте нам, опять же, банковские данные, персональные данные, мы вам вернем денежные средства, нет. Ни одна авиакомпания, ни один туроператор не обращается напрямую к клиенту и не решает этот вопрос через телефон, через звонок и так далее. Максимум, что это может быть, это может быть обращение, письмо, либо смс непосредственно на телефон уже клиенту о том, что он может обратиться туда-то, туда-то для того-то, того-то, непосредственно в офис организации. Но авиакомпании в большой своей массе сейчас пишут о том, что никаких обращений в адрес клиентов они не делают. Они буквально пишут, какие действия они совершают, там, либо в личный кабинет клиента они пишут, либо они говорят, обратитесь в офис и так далее, и тому подобное. Но никаких паспортных данных, никаких банковских реквизитов они не запрашивают. В общем, неважно, что за организацией конкретно вам звонит, как только происходит телефонный запрос на ваши паспортные данные, сразу кладите трубку, запомнив название организации, куда вы сможете легко после этой беседы, начавшейся или легко закончившейся, перезвонить самостоятельно и уточнить. Но никаких паспортных данных по телефону не передавайте. Где еще держать руку на пульсе, где быть внимательным? Значит, банки сейчас, банки, Минфин, Центральный банк, активно объясняют людям по поводу следующих моментов. Первое. Как только финансовое положение в стране изменилось, как только начали лихорадить рынки, появилось много псевдоброкеров, которые предлагают заработать денежные средства на этой ситуации, на валютном фонде, либо на фонде, на бирже и так далее. Значит, такими действиями могут заниматься только официально брокеры, которые аккредитованы, получили лицензию, имеют официальную возможность этой деятельностью заниматься. Они, по большому счету, все известны. Значит, это большие крупные компании, либо организации финансового сектора, которые всем известны, крупные, давно работают на рынке, у них есть аккредитация, лицензии банка, Центробанка и доступ к этим услугам. Все остальные организации, либо же частные лица, которые предлагают вам такое сделать, это, соответственно, либо мошенники, либо аферисты, либо лица, у которых репутация, видимо, ее просто еще не существует. Это просто вы можете потерять денежные средства. Первое. Второе. Буквально на прошлой неделе вопрос уже так или иначе решился по поводу кредитных каникул, и на этой волне сразу же появилось... Наконец-то, да, расскажи. На этой волне сразу же появилось несколько видов мошенников. Первые мошенники – это однодневки, которые создаются для того, чтобы якобы решить вопрос с закрытием банковских кредитных карт, либо закрытием каких-то мелких кредитов, в том числе и в отношении индивидуальных предпринимателей обращаются. Это что-то наподобие микрофинансирования, да? Не микрофинансирование. Им пытаются закрыть именно эту... закрыть именно долг, но параллельно начинают запрашивать массу информации, в том числе финансовой информации, через которую пытаются как раз провернуть операции финансового направления, либо которые самого клиента вешают еще на дополнительные какие-то кредиты, либо же те деньги, которые у них есть на счетах, они могут их, соответственно, изъять. А что значит помочь закрыть кредиты? Хороший вопрос, кстати. Нет, не кредиты, а банковскую карту. Банковскую карту, да. Ну, кредитная же карта. Что значит закрыть, а не что-то предлагать? Я не знаю, я все-таки этим не занимаюсь. Я говорю о том, что сейчас появилось такое направление. Как они это объясняют и предлагают этот вопрос, это уже не ко мне. Давайте вернемся к этому. Я говорю о том, что такого, в принципе, не может быть. Вы единственный вариант, какой возможен. Это первое. Значит, есть разъяснение на сайте Минфина, есть разъяснение на сайте правительства. Непосредственно вышел уже закон, где четко прописано, что нужно делать. Значит, непосредственно Центробанк дает разъяснение свое, и в каждом банке указано, какие документы, что и как нужно предоставить, какие сроки, по каким кредитным направлениям, в каком объеме вы можете заявить и на каких условиях. Ну, в общих чертах можно сказать, что сейчас происходит с кредитными каникулами? На кого они распространяются? Группа населения, которая точно может претендовать на них? Или это слишком большой список? Я предлагаю следующую тему этим открыть. Давайте мы все-таки не будем отвлекаться. Значит, второй момент мошенников, которые тоже в этом направлении действуют. Значит, одним из документов, которые необходимо предоставлять, это справка 2НДФЛ, предусмотрена, которую нужно, чтобы получить кредитные каникулы, предоставить справку 2НДФЛ, подтверждающую, что у вас упали доходы более чем на 30%, и по соответствии с предыдущим. Значит, мошенники пользуются двумя способами. Первое, то есть пользуются тем, что люди многие не могут выйти, находятся на самоизоляции, либо же организации приостановили свою деятельность, либо же там бухгалтерский сектор приостановил свою деятельность, не могут оперативно получить документы, и эти организации, соответственно, аферисты предлагают сделать поддельные документы, поддельные 2НДФЛ. Значит, на что банки, Центробанк говорит, обращает внимание сразу же, что все эти документы, которые представляет клиент, они все проверяются, значит, проверяются, анализируются в случае, если будет выявлена подделка, либо недостоверный документ, сразу же, соответственно, возникает обязательное требование полностью гашения кредита единомоментно со всеми неустойками и штрафами. Более того, сразу заносится в черный список, сразу же кредитная история полностью портится, человек просто лишается на будущее вообще любых возможностей финансирования какого-то дополнительного. Поэтому в этом направлении даже не играть. Так а с точки зрения уголовного права это же тоже получается, наверное, каким-то образом? Это однозначно. Дальнейшая возможность уголовного преследования, она возможна и допустима. Я просто говорю о том, что если вы сейчас подумаете, что за небольшие деньги вы можете получить какой-то бонус, получить какой-то поддельный документ, и сразу же ваши вопросы решатся, то нет, ваши проблемы сразу в огромные превращаются в ком, который просто, да, вы никогда в жизни не поднимете. Мы буквально через минуту вернемся в эфир. Оставайтесь, друзья, с нами. Напомним, сегодня мы об эфиристах, которые воспользовались моментом, связанным с коронавирусом, и что они делают, какие схемы готовят для нас. Узнаем еще. Происходят звонки, периодически гражданам либо отправляются смс-сообщения, тоже с предложениями двух видов. Значит, они представляются от всемирных организаций, либо от ВОЗ, либо от Всемирного банка, либо от Международного валютного фонда с предложением, например, перечислить деньги и средства на создание лекарства, на борьбу с вирусом, пожертвования на борьбу с вирусом, так далее и тому подобное. Значит, на неизвестные счета, на незнакомые счета никаких денежных счетов переводить не нужно, никому не нужно сообщать свои паспортные данные, персональные данные, сообщать свои реквизиты. Значит, в случае, если от, например, якобы представившись от Всемирной организации здравоохранения, тоже к вам обращаются за персональными данными, якобы о проверке вас на причастность к заразившимся, к зоне риска, к группе риска, там, были вы, не были в полете, были вы, не были в иностранном государстве, в каком наставном государстве вы были, тоже всю эту информацию вы не предоставляете. Вам не нужно этого предоставлять, потому что неизвестная организация. И даже если мы заговорим об этих организациях, которые всемирные, международные, либо федерального значения, эти организации звонки и обзвоны не делают. Вот единственное, с кем я встречался, с какими СМС, это предупреждение МЧС, которые периодически приходят к нам. Ну, я получаю две штуки в день. К нам приходят, да, но они рекомендательного характера, они уведомительного характера, они у вас ничего не запрашивают. Опять же говорю, вопросы с запросами денег, с запросами данных, вот эти вот все реакции, вот эти все обращения, на них реагировать не нужно. Если вы все-таки хотите эту ситуацию проверить, то, пожалуйста, тогда обратитесь именно в официальный, на горячую линию, либо в официальные контакты этой организации, либо органа власти, либо учреждения. Значит, опять же, периодически возникают случаи, когда мошенники или аферисты обращаются, ну, это на самом деле старая схема, раньше такое очень часто было, когда делается звонок родственнику, либо человеку, говорится о том, что ваш родственник, знакомый, друг, приятель попал в беду, значит, перечислите срочно деньги, он не может позвонить. Значит, аналогичная ситуация сейчас используется, когда звонят и говорят, мы вам звонили из такого-то медучреждения, человеку плохо потерял сознание, ваш родственник, знакомый, друг, брат, ребенок, не знаю, приятель какой-то, оставил ваш телефон или там ваш телефон отразился на его, в его там записной книжке, он сейчас не может с вами разговаривать, срочно нужны деньги на покупку лекарств, там, не знаю, медикаментов, на проведение каких-то операций, немедленно переводите деньги на средства, он там, не знаю, под капельницей находится либо в реанимации, не может с вами связаться, тоже этого делать не нужно. Если вы очень сильно беспокоитесь, перезвоните на его телефон либо перезвоните в саму эту организацию, от имени которой они представляются. В случае, если обращаются, говорят, что якобы по вам уже установлено, что вы заразились, что вы являетесь, что вы являетесь носителем и вам срочно нужно, там, не знаю, данные предоставить дополнительные для перепроверки якобы какой-то, либо же предоставить какую-то информацию о себе, о своем местонахождении, о своих там, паспортных данных, опять же, реквизитах, еще чего-то, чего-то, снилс, паспорт и все остальное, значит, тоже этих никаких данных действий совершать не нужно. Это все как минимум подозрительно, как максимум, всегда можно самый простой вариант положить трубку и перезвонить по официальному телефону. Значит, у всех есть, во-первых, свободный доступ в интернет и есть у кого, на каждом, в каждом учреждении есть горячая линия. Есть горячая линия непосредственно у организаций, которые занимаются вот как раз сейчас вот этой эпидемиологической ситуацией, либо же экономической ситуацией. То есть... Ну, это трудно тем людям, которые пожилые и не всегда владеют... А вот с тобой сейчас не соглашусь. Я согласна, что пожилые, конечно, в определенной серьезной группе риска, сейчас мы все настолько уже с оголенными нервами все, что связано с этой темой, мы все очень сильно накачаны. И когда человек находится в этом эмоциональном состоянии, его взять можно прям тепленьким, легко. я о чем хотел сказать, что в этой ситуации нужно первое, что сделать, с кем-то посоветоваться. Не просто там сразу принимать решение и начинать деньги переводить, пытаться дозвониться, потому что часто телефон бывает заблокирован там у того человека. Ну, так совпало. Просто позвоните, кому-нибудь, кому вы доверяете и опишите ситуацию. И выслушайте мнение человека со стороны. После горячей линии. Вторым звонком. Сначала горячая линия. А что еще, Алексей, происходит? Ну, вот я основные основные направления я озвучил. Это как раз касается непосредственно медицинского направления. Это вы правильно сказали. Касается любого вида проведения анализов, тестирования, продажи этих, продажи медикаментов, продажи тестов, значит, проведения санобработок. Финансовый сектор это звонки от банков, либо же от финансовых учреждений, направление туризма и, соответственно, авиаперевозки, ЖД-перевозки и все путевки, которые вы купили или там вы не можете вернуть, отказались и все остальное. Значит, все официальные органы, все официальные организации, все крупные организации говорят о том, что они обзвонами не занимаются. Всю информацию они публикуют либо на своих сайтах, либо в личном кабинете самого клиента, если он закупку делал через личный кабинет или оформлял как-то этот личный кабинет, либо же предлагают непосредственно прийти именно в офис и в офисе этот вопрос решить. Во многом люди по таким направлениям попадают, вот, например, особенно берем самые горячие, да, это туризм и, соответственно, авиакомпании. Да, люди не могут дозвониться, люди бывают там по 60, по 30 минут висят на телефоне и не могут получить отзыв с той стороны, ожидайте, ожидайте загруженные телефоны. Частенько, кстати. Найдите в себе терпение, звоните, кроме того, я буквально и вчера, и сегодня посмотрел, основная масса крупных авиакомпаний, главных вот этих вот игроков на рынке, они дублируют свою информацию во всех соцсетях, в которых они находятся, и на официальном сайте, и во всех соцсетях, на которых они находятся. Хотел рассказать об одной авиакомпании какую-то реальную историю, или как-нибудь потом в другой раз. Есть еще? Последняя вот конкретная информация была. Ну, последняя буквально на прошлое, то есть вчера, значит, авиакомпания «Победа» у себя развешала такую информацию, что поступили сообщения, якобы обращения от имени авиакомпании, авиакомпания такого не делает. Эта рассылка произошла везде, даже если вы были когда-то клиентом этой организации, к вам прилетает такое сообщение и написано «Мы обзвонов не делаем». И Сбербанк и ВТБ опубликовали тоже свои обращения к гражданам, что они никаких сборов информации не делают, никаких перечислений не делают. Ну и два коротких вопроса с короткими ответами и уже убегаем, но вопросы очень распространены на нашем WhatsApp-номере и в соцсетях «Радио 54». А связаны с ценообразованием. Цена на лимоны в киоске рядом с домом, как только прошел слух, что лимонов надо кушать больше, взлетела до 450 рублей за килограмм. И все, что связано с лимонами, имбирем и вот этими дикими расценками. Если человеку... Вообще есть смысл куда-то обратиться, пожаловавшись на такой взлетевший ценник, или это бессмысленное телодвижение совсем? Ну, смотрите, в любом случае все, что касается на рынке, это оценивает антимонопольная служба, то есть там любые картельные сгоры, либо злоупотребления ситуации на финансовом рынке. И Роспотребнадзор, да, вы всегда можете туда обратиться, о конкретной ситуации сообщить, а уже контролирующий орган проведет проверку и определит, насколько это было обосновано. И второй вопрос, который действительно беспокоит очень большое количество наших слушателей. Где точно получить информацию по поводу штрафных санкций, связанных с ношением маски, соблюдением санитарного режима вот этих всех историй? Где прописано точно, что, например, на территории Новосибирской области существуют такие-то, такие-то штрафы в таком-то, таком-то размере за то-то, то-то, то-то. Где это точно прописано и на что сейчас опираются люди? Как это называется, этот закон, эта площадка, где это? Значит, на прошлой неделе были внесены изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и, соответственно, Кодекс об административных правонарушениях. Все это связано с теми или иными нарушениями санноэпидемиологического правил. И, значит, единственное, где может это проявиться, это в КОАПе. Но сейчас практики никакой нет, и там все достаточно в общих фразах написано. Поэтому иногда возможность злоупотребления, наверное, на местах все-таки сотрудниками непосредственно, уже которые работают на земле. Поэтому единственный вариант это по горячей линии МВД звоните. Как только вы в такую ситуацию попали, никто не отменял горячую линию, звоните туда и говорите, вот такая ситуация. Горячая линия МВД. Конечно. Но если это сотрудники полиции были, то, значит, соответственно, туда. Здесь нет привязки конкретно к области, потому что все, что касается области, это публикуется на сайте правительства и по распоряжениям губернатора таких штрафов вообще в принципе не вводилось. Такие дела, друзья. Мы услышимся еще с Алексеем наверняка. И не раз в ближайшее время будем максимальное количество эфиров посвящать текущей ситуации, оповещать вас, чтобы вы были всегда информационно подготовлены. Для этого и существует утреннее шоу всем своим. Наверное, убежим. Завтра вернемся в 8 утра и проснемся вместе с вами до 11 утра. Не забыть бы, что к 8 утра. Алексей Горбунов, большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Радио 54 Первое Областное радио